Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, я прежде всего хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить на столь серьезной конференции, представить два солидных учреждения. Это военно-медицинская академия, сейчас кафедра факультетской хирургии, возглавляемый академиками Мастренко, и городской клинический онкологический диспансер, возглавляемый Георгием Моисеевичем Манихасом. Актуальность проблемы оптимизации лечения больных колоректальным раком пожилого и старческого возраста обусловлена рядом причин. Следует подчеркнуть, что некоторые из них уже звучали сегодня в предыдущих докладах. Я хочу подчеркнуть, что в 50% случаев колоректальный рак дизагностируется лист старше 70 лет. По данным последней всероссийской переписи населения, 1,5 часть населения Российской Федерации – это лица старше 60 лет. Он занимает второе место среди причин летальных исходов у пожилых пациентов. По-прежнему остается высокая частота послеоперационных осложнений, и в настоящий момент отсутствует и международная, и российская рациональная тактика лечения геронкологических больных. В наше исследование вошли пациенты всех градаций геронкологических больных по общепринятой классификации ВОЗ. Сам по себе пожилой пациент, а подходы к его лечению отличаются от аспектов терапии более младших возрастных групп. В совокупности с имеющимся онкологическим заболеванием является достаточно сложной проблемой. В частности, это выраженная сопутствующая патология полиморбидность, имеющаяся в большом проценте случаев трофологической достаточности, часто возникающая после операции когнитивная дисфункция и гораздо более выраженная, чем у людей зрелого или молодого возраста, влияние хирургического стресса на перенесенные обширные оперативные вмешательства. В связи с таким широко распространенным сочетанием, нами были выставлены следующие проблемы. Это оценка функциональной операбельности. Зачастую пожилые пациенты оцениваются, оперировать или не оперировать, и как оперировать на глазок, а не используя качественные прогностические критерии. Это оценка и коррекция элементарного статуса, кого, сколько и как готовить, выбор метода и объема операции, нивелирование негативного влияния хирургического стресса, уменьшение интро- и послеоперационных осложнений и рациональной реабилитации пациентов, которая ведет к своевременному продолжению комплексного онкологического лечения. Зачастую онкохирурги в погоне за онкологическим результатом, используя высокотехнологичные методики, расширенную лимфодиссекцию, иногда забывают о переоперационном ведении пациентов, а любое осложнение, особенно у пожилого пациента, в переоперационном периоде ведет к отсрочке продолжения комплексного или комбинированного лечения. Возможные пути решения. Оценка функциональной операбельности полностью школьной шкалы до операционной оценки онкологических больных пожилого и старческого возраста с использованием прогнозических индексов послеоперационной летальности, развития осложнений. Это позволит определить доступ, объем и коррегировать сопутствующую патологию. Примение допросников оценки трофологического статуса и его коррекция для коррекции трофологической недостаточности. Использование протокола ускоренного восстановления пациентов после хирургической операции в фаст-трак или ЭРАС для редукции хирургического стресса и уменьшения количества осложнений. Основы исследования составили более 400 пациентов. Все они были пожилого и старческого возраста, 57% больных старше 75 лет. У подавляющего большинства пациентов имелись осложнения со стороны систем дыхания и кровоснабжения или среди сосудистой системы на этапе поступления в стационар. К третьей стадии по классификации американского общества наследиологов относились 186 пациентов. Значительная часть больных относилась к группе высокого риска, то есть перенесла до поступления с уже имеющимся онкологическим заболеванием либо инфаркт, либо лицульт в анамнезе, имела гипертоническую болезнь. Третья стадия – или декомпенсированный сахарный диабет. Более трех сопутствующих заболеваний отмечалось более чем у 90% пациентов. По вариантам оперативных вмешательств больные распределились достаточно однородно. Следует отметить, что в основной группе возросло количество лапароскопических операций. Для оценки функциональной операбельности использовался комплекс шкал до операционной оценки пожилых онкологических больных. Мы пришли к выводу, что это достаточно ясная, недорогая, быстрая, она занимает 20 минут опроса пациента при сборе анамнеза, методика оценки функциональной операбельности. Она состоит из шкалы оценки утомляемости, вызванной онкологическим процессом, геоатрической шкалы депрессии, оценка активности повседневной жизни с применением бытового оборудования, инструментальная шкала, шкала оценки когнитивных нарушений, шкала активности повседневной деятельности. Туда же входит шкала АСА, которая в монорежиме широко распространена в Российской Федерации, но сама по себе не направлена на определение операционного риска, не учитывает возраст и позволяет установить уровень болезненности или физиологическое состояние перед анестезией и операцией. Дополнительно оценивался соматический статус больных и два прогностических индекса, что в совокупности давало нам качественные критерии оценки функциональной операбельности. Для чего это нужно? При анализе ближайших результатов лечения установлено, что низкая оценка по шкалам ПЭИ свидетельствует о низкой функциональной операбельности и высоком риске развития послеоперационных осложнений, а повышение индекса коморбидности более 3 баллов, повышение прогностического индекса послеоперационной ретальности более 5 баллов, снижение показателей шкалы опросника качества жизни, коррелировало с увеличением числа осложнений и требовало проведения комплексной предоперационной подготовки. Немаловажным в лечении пожилых пациентов с колоректальным раком является применение ускоренной реабилитации после хирургических операций, состоящих из трех этапов переоперационного введения, в дооперационном периоде в рамках оптимизированного протокола мы применяли информирование и обучение пациентов и родственников, коррегировали сопутствующую патологию с использованием препаратов, повышающих функциональный резерв, в частности фосфокреатина, отказались в большей части от исключения стандартирующих опухолей, от рутинной механической подготовки кишечника, разрешали больным принимать жидкую пищу, воду за 2 часа до индукции, до наркоза и твердую за 6 часов. Стандаризировали профилактику ромооболических осложнений, всем больным применялся компрессионный трикотаж во время операции первые сутки после операционного периода, планово применяются нескольмопулярные гепарины. Проводилась нутриционная поддержка. При оценке трофологического статуса было установлено, что сам по себе индекс массы тела, который учитывается во всех историях болезни, в том числе в Российской Федерации, не дает адекватную картину алиментарной недостаточности, потому что даже в такой небольшой выборке пациентов при оценке индекса массы тела большая часть из них находилась либо в нормотрофии, либо в гипертрофии. Тогда как при оценке изменения массы тела в ближайшие месяц-3 до операции выявило, что больше половины пациентов нуждаются в коррекции трофологического статуса, что позволило нам сделать вывод, что очень важно учитывать не только индекс массы тела, но и изменение массы тела в динамике. Был разработан и продолжает разрабатываться протокол нутриционной поддержки пожилых пациентов с диагнозом колоректальный рак. На дооперационном периоде им коррегируется трофологический статус за счет искусственного лечебного питания в течение 10-14 суток с применением жидких гиперкалорических питательных смесей. И в послеоперационном периоде мы начинаем раннее интеральное питание в первые 24-48 часов после хирургического вмешательства с гипокалорической питательной смеси с последующим расширением до стандартной питательной смеси в дополнение к продуктам общего лечебного стола. Также немаловажно в интероперационном этапе хирургический стресс, которому приводит хирургическая травма, вызывающая стрессорный ответ, и метаболические эффекты. Британскими учеными разработано в 2014 году в последних публикациях патофизиологический механизм влияния хирургического стресса или индукции хирургического стресса, вызванный хирургическим вмешательством. Так, непосредственно хирургическое вмешательство или хирургическое повреждение ведет к возникновению синдрома системной воспалительной реакции и вызывает стрессорный ответ, который, в свою очередь, вызывает метаболический ответ, вызванный преобладанием гиперкатеголизма над анаболизмом, болевым синдромом и неподвижностью пациентов, что ведет, в свою очередь, к иммунной реакции, что в совокупности с имеющейся кардиолегочной дисфункцией приводит к развитию патологических механизмов на клеточном уровне и, соответственно, плохому деятельности кишечника или послеоперационного иллиса или послеоперационного пореза в послеоперационном периоде, что ухудшает результаты лечения больных, в том числе и пожилого и старческого возраста. Были выявлены факторы первичного повреждения, прямые, в частности, хирургический доступ и удаление органов, что заставляет хирургов и онкологов в настоящий момент использовать малотравматичные методики, высокотехнологичные методы десекции и коагуляции тканей, непрямое первичное повреждение, уменьшение кровопотери, недостаточность перфузии и применение современных хирургических методик и вторичные повреждающие факторы, прямо индуцированные доцитокиновой гормональной реакции и косвенные голодания и иммобилизация. Стрессорный ответ возникает на этапе вторичного повреждения при запускании механизмов клеточных реакций. Были установлены ключевые факторы оптимальных послеоперационных исходов, в частности, это уменьшение первичного повреждения, применение современного оборудования, удаление в пределах здоровых тканей, что ведет к уменьшению вторичного повреждения и, в свою очередь, к уменьшению числа осложнений, к быстрому восстановлению после операции, оптимальному лечению онкологического больного. На этапе вторичного повреждения на первый план выходит ранняя реабилитация пациентов, протокол ФАСТ-ТРАК или ЭРАС. На интрооперационном этапе нами в лечении больным использовалась рациональная антибиотика-профилактика. Так, при плановых операциях мы не назначаем антибиотики в послеоперационном периоде, используя только переоперационную антибиотику-профилактику. Используем продленную эпидуральную анестезию, в том числе и на общем отделении, короткодействующие анестетики. Все больные обогреваются во время операции. Мы используем рациональную инфузионную терапию. Объем инфузии пожилого пациента общепринят и известен, в том числе, в любой анестезологическом и хирургическом обществе. Это 20 метров на килограмм массы тела. Используем современные анестетики и позволяющие нам рано прекращать ИВЛ, будить больных на столе. Здесь очень важен метод реверсии нейромышечного блока. Отказываемся по возможности от рутинного дренирования, активно применяем сшивающие аппараты и стараемся внедрять малоинвазивную лапароскопическую хирургию. Здесь на первый план выходит приложение к геронтологическим больным внутрибрюшная гипертензия, потому что лапароскопические технологии все больше и больше занимают место в лечении онкобольных, особенно с колоректальным раком, и это будет звучать сейчас этой трибуны сегодня, было установлено, что внутрибрюшная гипертензия напрямую связана с процентом осложнений и даже летальных исходов. Так, в отдельных интенсивной терапиях по имеющимся публикациям при превышении внутрибрюшного давления в послеоперационном периоде и во время операции более 12-ти миллиартового столба смертность по сравнению с другой группой повышается практически в два раза. Прямая корреляция идет при наличии пациентов неадекватных прогностических факторов от первой к четвертой по классификации АПАЧ. При наличии и при отсутствии внутрибрюшной гипертензии летальность отличается в разы. Мы разрабатывали, продолжаем разрабатывать протокол онсоциологически обеспечен на лапароскопическую операцию у пожилых больных группы высокого риска это пациенты, перенесшие инфаркты, инсульты. Она заключается в предоперационной подготовке с использованием препаратов, повышающихся функциональный резерв. Конечно же, работает мультисемиарная команда. До операции пациент оценивается заведующим онсоциологией и реанимацией, разрабатывается программа инфузионной терапии. Операция выполняется лапароскопически в условиях глубокого нейромышечного блока и низкого внутрибрюшного давления. В норме и обычные операции идут под давлением 12-14 мертутного столба мы оперируем в условиях глубокого нейромышечного блока и постоянного ТОФ-мониторинга на уровне 8-10 мертутного столба. В условиях сочетанной анестезии эпидуральной ингаляционной, что позволяет нам в адекватно проводить адекватную реверсию нейромышечного блока с пользу гомодекса, будить больных в операционной и сразу начинать внедрять протокол ЭРАС. В послеоперационном периоде сегодня уже звучали все элементы протокола ускоренного восстановления после хирургических операций и они общеизвестны и они будут на них останавливаться. К чему это привело? По сравнению с контрольной группой более чем в два раза уменьшилось среднее количество пребывания в отделении интенсивной терапии у пожилых пациентов. Уменьшили сроки удаления дренажей. Средний коэкадем в послеоперационном периоде в основной группе по сравнению с контрольной уменьшился на 5 суток а в лапароскопической группе достиг 5 суток до выписки пациента. Если оценить непосредственные результаты лечения то мы также отмечаем уменьшение осложнений и имеем один летальный исход в настоящий момент лечения 30-дневного периода. Что позволяет сделать выводы? Протокол FastTrack является совокупностью множества лечебных мероприятий которые уменьшают тест-оргон-ответ на хирургическое вмешательство и улучшают метаболический ответ. Он должен выполняться обязательно мультисеминарной командой. В комбинации с экспертной минимальной анализированной хирургией он приводит к отличным результатам. Но важно точное соблюдение элементов оптимизированного протокола. Он требует адаптации к реалиям российского здравоохранения потому что имеющиеся сейчас гайдлайны не учитывают наши реалии и разработаны для больных при плановых операциях на ободочной кишке и на органах малого таза. Сейчас создается под эгидой российского хирургов междисциплинарное научное хирургическое общество ФАСТРАК. Состоялась в апреле этого года первая конференция этого общества где люди различных специальностей гинекологи травматологи хирурги онкологи докладывали свой первый опыт в данном вопросе. Таким образом оптимизация лечения больных пожилого и старческого возраста диагнозом колоректальный враг приводит к снижению частоты хирургических осложнений снижению уровня госпитальной инфекции уменьшению пребывания в стационаре и в отделении тессивной терапии в стационаре и минимизацию показателей летальности. Благодарю за внимание.